Друзья, всем большой привет! Хочу представить вашему вниманию озвученный мной дневник тюменского милиционера Виталия Лазарева, в котором он описывает события, произошедшие во время командировки в Чечню. Перед началом пару моментов. В дневнике нет каких-то мегаэпичных боёв. Это скорее суровые военные будни с периодическими стычками. В ролике в качестве фона будут выступать кадры из игры, так как получилась небольшая аудиокнига, и у меня банально нет такого количества материала по теме и времени, чтобы сделать интересный монтаж. Надеюсь на ваше понимание. И напоминаю, что сейчас я собираю средства на озвучку крупных многочасовых книг, воспоминаний и мемуаров. Поэтому желающие могут поддержать канал на Патреоне. Советую перейти и посмотреть по ссылке в закрепе. Там есть и бесплатные материалы. Всё. Не буду вас мучить. Приятного прослушивания. 14 декабря 1999 года. За обедом в столовке нашёл в тарелке гречневой каши пруссака. Сотрудница света, присутствовавшая при этом, сказала, что это к деньгам или к известиям. Не знаю, как с деньгами, а известие поступило к вечеру. Пришла кодограмма в ГУВД от командующего объединёнными войсками по Северному Кавказу, что мне надо к Новому году успеть приехать в Мартан-Чу, Чечня. Там базируется Тюменский ОМОН. 17 декабря 1999. Приказ вначале отменили, но во вторник всё прояснилось. Всё-таки еду, но в составе временного отдела внутренних дел заводского района города Грозного. В учебном центре МВД в Тобольске будем учиться военному делу настоящим образом, как завещал дедушка Ленин. 22 декабря. Я в учебке. Встретил бывших армейских сослуживцев. Душевно пообщались. Меня предупредили, чтобы в Чечне никому из местных не доверял. И без броника и каски никуда не высовывался. Давний друг предложил мне 10 тысяч рублей, чтобы я не ездил на войну. Предложение проигнорировал. Завтра с 9 утра встреча с командиром Тюменского ОМОНа Валерием Бровкиным. Будет учить, как от пули ворачиваться. 29 декабря. Вчера в учебку приехал хор семинаристов Тобольской епархии во главе с батюшкой. Прочитав молитву, он стал всех обдавать святой водицей и совать бойцам для поцелуя серебряный крест. Мне, как закоренелому атеисту, пришлось ретироваться. Вместе со мной удрал от попа и младший сержант татарской наружности. 10 января 2000-го. Во время переподготовки в учебном центре вскрылись удивительные вещи. Кое-кто раньше в глаза не видел боевую гранату, а сельские милиционеры напрочь безлобные. Чувствую, навоюем. 9 февраля. 7 февраля нас всех под звуки промерзшего оркестра провожали на войну жены, дети и руководство ГУВД. На каждом перекрестке постовые милиционеры ППС и ГАИ под мерцание проблесковых маячков отдавали честь нашей автоколонне. Мороз по коже. Прощай, Тюмень, на три месяца. 11 февраля 2000-го. На пятые сутки пути все разговоры стали почему-то сводиться к женщинам. Что будет дальше? Вагон изнутри обклеен голыми тетками. Все друг друга в шутку подозревают в голубизне и дерзко подкалывают. Еще в Тюмени к нашему эшелону подцепили вагоны с командой из УВД Хантамансийского округа с телефоном спутниковой связи. Удалось позвонить домой. Приятно удивил домашних. 13 февраля. За бортом Мерси Туман. Почти неделя в пути. Все устали от дороги. Док только успевает справляться с простудными больными. В 14.30 по Москве пересекли границу с Северной Осетией и заехали на станцию города Моздока. Там нас хлебом с солью встретил Федор Никитич Бондарчук, замначальника ГУВД Тюменской области. Он здесь уже почти два месяца координирует деятельность правоохранительных органов объединенной группировки войск. 14 февраля. Минут 40 назад пересекли границу с Чечней. Накануне все получили патроны. Вдоль железной дороги стоят российские блокпосты. Вся земля вокруг изрыта окопами. Крупные деревья выворачены с корнем танками. Мы ехали-ехали и, наконец, приехали в город Гудермес. Здесь есть электричество, и на перроне даже продают лимонад, вяленую рыбу, самодельный хлеб и семечки. Другим здесь не торгуют. Медные провода со столбов железной дороги сорваны мародерами. От дни крепления болтаются. 15 февраля. В 9.00 двинулись в сторону Грозного. Впереди около 60 километров диареи. На случай возможного обстрела бывалые бойцы перед границей с Чечнёй, разорив железнодорожную насыпь, набили щебнем мешки на матраснике и устроили пулемётные гнёзда в открытых дверях классных вагонов. Они обстреляны и гадали, пробьёт ли пулемётная пуля корпус вагона, и, поёживаясь, пристраивали броники к стенкам купе. Придорожные бетонные столбы контактной сети с обрезанными проводами были сплошь испещрены градом некогда сыпавшихся пуль и производили удручающее впечатление. Похоже, их изрядно покалечил невероятной плотности огонь. Эшелон заночевал на вокзале Гудермеса. Там уже теплилась мирная жизнь, поддерживаемая транспортными милиционерами Аллу Алханова. Как мне потом рассказали, он с коллегами во время нападения масхадовцев забаррикадировался в водонапорной башне у вокзала и долгое время отважно держал оборону. Наши дневальные по вагонам не расставались с радиостанциями и всю ночь мониторили эфир. В нём кто-то из бойцов костерил себя за то, что проворонил маджахеда. Аргун миновали без эксцессов. Кто-то с дуру дал по лесу очередь, не сдержался. А в ответ тишина. 18 февраля. Окраина Грозного, Ханкала, встретила наш отряд свежевыпавшим снежком и раскатистыми выстрелами со ушек. Центр чеченской столицы был похож на гигантскую свалку из разбитых бетонных конструкций, обрушенных многоэтажек. Косые ребра некоторых каркасов чем-то напоминали жуткие пизанские башни, осыпанные торчащими стальными стрелками игольчатой начинки авиабомб. К нашему появлению ранее приехавший в Грозный начальник ВОВД Александр Кадулин уже нашел неплохое место под райотдел. Бывшее здание Ставропольпром вентиляции на улице Маяковского. В три приема мы разгрузили эшелон. Это было мучительно. Все устали как собаки. В сопровождении БТРов-контрактников Министерства обороны мы заехали в здание, скорее в стены, но вечером Володя Козлов уже кормил всех горячим ужином из полевой кухни. Первая ночь в разбитом здании показалась мне вечностью. Обосновавшийся там ранее комендантский взвод состоял из десятка прокопченных бойцов Софринской бригады внутренних войск, чудом уцелевших после недавнего штурма Грозного. Контуженный и полупьяный, долговязый контрактник комендантского взвода под утро продрог и взгрустнул в БТРе. Наверное, для собственной острастки он оглушил чуть подмороженный воздух, брошенный из люка гранатой, развернул башню в сторону стадиона и нажал на гашетку крупнокалиберного пулемета. В соседнем парке с густых деревьев посыпались скошенные ветки. Поддержать огнем ночного стрелка высыпал всполошившийся взвод, еще недавно дремавший на бетонном полу и не разобравшийся в самопальной заварушке. Кругом холод собачий, все комнатушки РУВД разбиты и загажены. Бойцы и офицеры оборудуют комнаты под жилье. Начальник временного райотдела, подполковник милиции Александр Кадулин выделил место под санчасть, недостроенную сауну. Там вместе с доктором обосновался я и финик, финансист. Док где-то спер буржуйку. Растопили. Все равно дубак. Спим на солдатских кроватях в спальниках. Умывальников пока не нашли. Трое суток неимоверных усилий понадобилось нам, чтобы превратить в неприступную крепость, занятые под райотдел, цеха издания ОАО «Ставропольпромвентиляция». Но на его фасаде так и осталась нестертой кривая, царапанная железякой, басаевская надпись. «Раньше мы вас резали. Сейчас будем есть». В поисках лобаза под овощи наш боец нашел неразорвавшуюся минометную мину, которую, обложив мешками с песком, уничтожили среди двора сапёры Псковского ОМОНа. Позавчера при подрыве полуразрушенного дома был тяжело ранен в голову сапёр этого ОМОНа. Оказалось, пуля подкараулившего его снайпера. В 21 час ОМОНовцы дали прощальный салют в честь погибшего. Сегодня к вечеру вернулись зачистки начальник охраны обороны майор Валерий Савченко с ребятами из огневой группы и операми. Они нашли лежанки снайперов и вход в подземные коммуникации. Кадулин дал добро на их уничтожение. Начальник охраны и обороны ВОВД Валерий Савченко в лейтенантские годы воевал в Афганистане, и его боевой опыт сильно пригодился при строительстве инженерных сооружений, на зачистках, в разведке и ведении боевых действий. 19 февраля. Напросился на зачистку близлежащей промзоны. Только отошли от райотдела метров на 50, как нас засёк наблюдатель боевиков. Предложил нам по рации подойти поближе. Яйца будем резать. Ретировались от греха подальше. Они ещё могут пригодиться. В цехах промзоны видел помещение, где держали заложников и рабов. В небольших камерах осталась кухонная утварь, женская и детская одежда. Мужчин, похоже, держали в зарешоченной камере. Работали рабы тут же, в цехах. Около полудня появилась информация, что 60 боевиков прорвались на территорию соседнего старопромысловского района. Как стемнело, завязался бой за парком. Стреляли из-под ствольников и стрелкового оружия. С вечера туда в засаду ушли две группы чеченских милиционеров из постоянного отдела внутренних дел. На случай отступления мы им открыли коридор, но никто не вышел. Думали, что их там всех положили. Утром оказалось, все живы. Вечером же опера приволокли из города женщину по имени Тамара. По информации, она пособничала банде беспредельщиков Арби Бараева, присутствовала при мародёрстве и расстреле мирных граждан. Бараев долгое время занимался похищением людей и продажей их в рабство. По словам местных жителей, бараевцы остались в посёлках, прилегающих к Грозному. Они не ушли вместе с наёмниками в горы. Негры, арабы и прочая наёмная сволочь за неделю до наступления федералов сшили себе маскировочные халаты из простыней и марли и, собрав пожитки, ушли в горы. Одна русская бабушка говорила, что уже полгода не выходит из подвала, а края делу пришла за справкой, по которой можно получить продукты в МЧС. Без такой регистрации гуманитарную помощь не даёт. Ей и ещё другим сидевшим в подвале людям бараевцы прострелили из пистолета ноги. Хотели всех кончить, но выручил находившийся там же знаменитый местный хирург, который некогда лечил одного из этих бандитов. В отдел из разведки вернулся Александр Ларин, начальник службы криминальной милиции. В подвале здания бывшего шариатского суда опера нашли мощный фугас. В подсумке от противогаза было килограммов пять пластида. Только хотели его забрать, как заметили тоненькие провода, тянувшиеся к потолку. Глянули, а там несколько снарядов от самоходной арт-установки. Фугас. Потихонечку вышли из подвала. Без сапёров там делать нечего. Каждую ночь постреливают по нашим постам. По рации грозят устроить нам веселуху на 23 февраля. Это день депортации чеченцев в сталинские времена. Савченко минирует подступы к райотделу. 20 февраля. Воскресенье. Но выходным его не назовёшь. Все пашут над укреплением райотдела, как папы Карла. До сих пор нет бани. По вине каких-то типов с железной дороги она осталась в Тюмени. Не прошла по габаритам. Парни из огневой группы и ППС делают баню из кожуха огромные бетономешалки. Ну а я мечтаю о ванне. Весь район изрыт колодцами. В диаметре они где-то метра по два, а вертикально уходят в землю на глубину 15-20 метров. Местные жители таким образом добывали нефтяной конденсат, из которого гнали бензин и солярку. Дня три назад я разговаривался с местным аксакалом, который предупредил меня о грядущей опасности. По его словам, оставшаяся диверсионная группа боевиков делает подкоп под наш райотдел, намереваясь взорвать здание 23 февраля и таким образом отметить день сталинской депортации чеченского народа. Сегодня наша специально созданная опергруппа во главе с Александром Сычевым обследовала округу и за забором ближайшего цеха все же нашла замаскированный свежевырытый ход. Пущенная в него осветительная ракета ушла в отнорог, ведущий в сторону райотдела. Чтобы спутать планы духов, солдатик-сапер из комендатуры взорвал лаз. Рвануло хорошо. Подпрыгнула крыша железного навеса, но как только милиционеры подошли осмотреть колодец, в его шахте ахнул второй взрыв. Судя по всему, это сработала хитрая ловушка боевиков. Ударная волна побила землей лица, контузила и разбросала милиционеров опергруппы. Неопознанный осколок прилетел в прапорщика-водителя. От ранения его спас табельный пистолет Макарова. Железяк обогнула скобу пистолета и разворотила рукоятку. Сапера и нашего капитана всосала внутрь 10-метровой шахты и бросила на дно. Соединив несколько ремней портупеи в одну веревку, райотдельцы безуспешно пытались поднять пострадавших. Только потом, когда бойцы нашли длинный канат, прикомандированному к нам ОМОНовцу удалось спуститься к раненым и поднять их наверх. Док махом наложил раненым повязки и, погрузив в автобус, несмотря на начавшийся комендантский час, помчал их в госпиталь аэропорта Северный. Это было настоящим подвигом доктора Василия Яворницкого. Не только боевики, но и свои могли превратить в решето наш старенький кавзик. Слава Богу, все подают признаки жизни. Удивительно, что никто ничего даже не поломал. Сильно пострадали глаза. Ночь была относительно спокойной. Стрельба раздавалась в районе стадиона и смолкла к полуночи. 21 февраля. Всю ночь с доком проспали на бочке с порохом. Под нашей санчастью в подвале складировали изъятые боеприпасы, тротил и три снаряда от самоходки. Утром приехали сапёры, вывезли всё это хозяйство и уничтожили. По оперативным данным, к 23 февраля надо ждать гостей из Ермоловки. Там осели недопитые барайвцы и зализывают раны. Говорят, их за деньги или по поддельным пропускам пропускают через блокпосты голодные и оборванные срочники внутренних войск. Из командировки в Моздок вернулся Начфин. По его словам, тамошние ОМОН и федералы дуркуют как могут. Увешанные оружием бродят пьяными по городу, нагоняя жуть на обывателя. Удивил тем, что в Моздоке нет войны, а все военные получают боевые. На рынке банка тушенки стоит 5 рублей. Продается любое армейское обмундирование. Тыловики затоварили торгашей по полной программе, а в Грозном бойцы ВВ ведут полуголодное существование. 22 февраля. Бойцы усиленно замуровывают оконные проемы кирпичами. Огневая группа устроила укрытие из бревен. На ночь в парке Ленина устанавливаем гранаты на растяжках, а направленные противопехотные мины привязываем к деревьям. Если уроды попрут, это хоть как-то их сдержит. Комендантская рота Министерства обороны на БТРах, БРДМ и КАМАЗах только-только приехала из Ханкалы и взялась за обустройство. Контрактники из Челябинска, Кургана и Среднего Урала в большинстве своем прошли либо Афган, либо Первую Чеченскую. Опыт чувствовался хотя бы даже по стрельбе из миномета. Точность попаданий удивительная. В 20.00 с хвостиком наблюдатель заметил блеск стекла от снайперской винтовки у подземного перехода. Но снайпера так и не нашли. Из парка начали обстреливать райотдел. 017 распорядился приготовить минометы к бою. От первого залпа мины легли веером, вспахав добрую половину парка. Ночка выдалась веселая. До утра по нам палили со всех сторон. Параллельно наступавшим духом со светительной вышки стадиона по посту долбил снайпер. Потом он переключился на минометный расчет. Мужики разозлились и бросили три мины под вышку. Стервец заглох. Противник отступил под утро. Из радиоперехвата стало известно, что кого-то наши приговорили. 23 февраля. Утром руководство ВОВД и комендант поздравили личный состав с праздником и первой победой. Ждем вечернюю атаку. Часов в 20 наблюдатель выявил в парке красный огонек лазерного прицела. Дали по нему очередь из автомата. Пропал. К этому времени какой-то тип подкрался к самому забору у шестого поста. По нему долбанули из пулемета. То, что осталось от злодея, к утру пропало. Трупы своих они уносят. 24 февраля. Утром съездил с кадровиками в параллельный нашему отдел чеченской милиции заводского района. Местные милиционеры – одно название. Половина из них – бывшие бандиты, находящиеся в федеральном розыске. Желающих позировать перед камерой было очень мало. 28 февраля. По оперативной информации, Хаттап приехал в Андреевскую долину. А этот тип зря не приезжает. Вчера бойцы получили первый за все время выходной. Продолжаем укреплять райотдел. Сделали уже третью баню. Воду привозят на пожарной машине из горячего радонового источника. Ее и греть-то не надо. Только обеззараживать таблетками. Сегодня наши ОМОНовцы приволокли в изолятор чеченца лет 17. Он пытался удрать в подъезд, а при задержании вытащил из кармана какую-то штуковину, похожую на гранату. Чуть не пристукнули, но обошлось. Парень оказался дауном, а штуковина – игрушкой. Отпустили. 2 марта. В 20.30 бандиты поперли на райотдела. С каждой минутой они все приближались, хрустя ветками в парке и шелестя прошлогодней листвой. Снайпер обстрелял первый пост. Бригады боевиков шли через парк из тыла. Уничтожить врага минометным огнем не было возможности. Боялись накрыть группу альфовцев, отправившихся от нас в засаду. По первому посту били из гранатометов. Одна пуля снайпера прошила плохо уплотненные мешки с землей и угодила в ногу нашего снайпера. Прошла на вылет. Дог живо перевязал рану и напромедолил бойца. Тот ожил, перестал лить слезы и спросил, где его Оксана. Мы думали, что у него кукушка съехала, но оказалось, что Оксаной он называл свою винтовку СВД и переживал за оружие. Бой продолжался до часа ночи. Прикомандированный ОМОНовец по кличке Хитрый пальнул из РПГ под духом и контузил стоявших за ним нескольких бойцов. По райотделу пошли воги подствольные гранаты. Одним взрывом контузила командира роты ППС Александра Робертуса. Тот оглох и стал заговариваться. Еще днем духи обстреляли из гранатометов колонну с подмосковным ОМОНом. По предварительным данным погибло 20 человек. Примерно столько же ранено. В Старопромысловском районе духи сожгли два КАМАЗа. Погибло четыре парня из внутренних войск. Ротвейлер нашего сержанта-кинолога, натасканный на поиск взрывчатки, во время этого обстрела сошел с ума и стал кусать не только милиционеров, но и своего вожатого. Пса закрыли до конца командировки в клетке из-под кислородных баллонов. 7 марта. 4 марта ездил с гуманитарной миссией в Гудрмесский район. Возили в сельскую школу учебники, тетради и ручки, присланные из Тюмени. Проехали в Кизляр. Там мирная жизнь. Народ по рынку разгуливает, а войне напоминают только вооруженные армейцы на бронетранспортерах. Вчерашней ночью кто-то поливал из подствольников по контрактникам из нашей комендатуры. Видно, духи прочухали, что у них на территории стоят минометы. До этого минометчики неплохо поработали и нанесли противнику приличный ущерб в живой силе. Те и решили отомстить. Грозный закрыт для въезда до 10 мая в связи с напряженной обстановкой. Духи спускаются с гор по 15-30 человек. У них здесь склады оружия и боеприпасов. Хотят вернуться, когда федералы уедут из Грозного. В субботу наши милиционеры нанесли серьезный урон бандитам, обнаружив тайник в коттедже Аслана Масхадова. При отступлении в подсобном помещении, замаскированном под курятник, боевики спрятали автономную телестудию спутникового телевидения. Ребята разобрали стену и обалдели. Вся комната была заставлена коробками, батареями электропитания и спутниковыми антеннами. Вскоре выяснилось, что это правительственная телестудия. Вывезли три КАМАЗа и до винтика сдали на хранение приехавшим военным спецам. По самым скромным подсчетам, ее стоимость – несколько миллионов рублей. А по найденным в блокнотах инструкциях записям, можно было судить о том, что ее обслуживали иностранные специалисты. Скоро выборы президента России. По оперативным данным, боевики намерены их сорвать. Местные жители не верят, что мы надолго. Десятая марта. Несмотря на все угрозы боевиков наделать подарков нашим женам, 8 марта прошло без эксцессов. Утром поступила информация, что толпа возмущенных женщин движется в сторону райотдела. Наши все переполошились. Когда приехали на место, там никого не оказалось. Из Тюмени пришел КАМАЗ с цементом, досками, сигаретами и письмами. Назад приехавших отправили под прикрытием зенитки. Девятого ночью снайперы шарились возле нашего первого поста с приборами ночного видения. По ним пару раз стрельнули мимо. Один гад еще по рации над нами издевается. «Не промахнись!» Напряженка была до утра. В горах арабы с духами уничтожили роту десантников. В поселке Комсомольском уже третий день идет бой. Бандитам ничего не остается, как идти ва-банк. 11 марта. В первой половине дня ждали замминистра внутренних дел с визитом. Не приехал. Погода испортилась. Пошел дождь со снегом. Сегодня задержанный водил оперув по бомбоубежищам и показывал склады продовольствия. Но там ничего не было. Всю ночь наши охотились за тенями. Или это уже галюники? Сказывается, наверное, напряжение и усталость наблюдателей. Псковский ОМОН выезжает из здания администрации заводского района. Блокпост оголяется. На нас ляжет груз обороны избирательного участка. МЧС кормит народ. На неделю человеку банка тушенки, четвертинка хлеба и немного крупы. Многие не уехали из Грозного в надежде получить компенсацию от российского правительства за разрушенное жилье. По райотделу наша ПВС зарегистрировала чуть больше тысячи жителей, а МЧС кормит 2800. Во время зачистки на радиозаводе мы нашли под зданием серьезное бомбоубежище с двойным входом. Там оборудованные лежанки, куча сейфов, противогазов, а также четыре снаряда. Все это хозяйство вынесли наружу и взорвали. 15 марта. Духи обстреляли 8-й пост. По данным разведки, Хаттаб и Басаев прорвались из ущелья. Хотят двумя группами пробиться в Дагестан, а затем в Турцию. На их пути из ущелья встала рота псковских десантников. Почти 90 из них положили. Трагедия. 17 марта. Вчера ездил в Мартан-Чу. Там базируется группа нашего ОМОНа. Они приехали 8 марта и сразу же попали в боевые варианты. В километре от их базы шел бой в поселке Комсомольске. Пятеро наших ранены. Четверых накрыли гранатометом на блокпосту. Обкуренные, обколотые, вшивые и голодные духи пошли на прорыв. ОМОНовцы встретили их шквальным огнем. 150 бандитов вместе с Масхадовым ушли ночью из Комсомольского. Масхадов заявил, что к 20 марта начнет контрнаступление на крупные города Чечни. В его распоряжении до 6 тысяч боевиков. Грозил взрывами в Москве и других городах России. 19 марта. Вчера ночью прилетели две подствольные гранаты. Наши отбомбились минами. До утра вокруг бродил снайпер, изредка постреливая. Днем вокруг райотдела собрался местный народ. Давали гуманитарную помощь от Банка Исламского развития. 21 марта. Уже третью ночь по нам никто не стреляет. Удивительно даже. Вчера ездил с участковыми и операми изымать танк и самолет-разведчик. Танк годен разве что на металлолом, хотя поворачивается башня. Но стрелять из него невозможно. Самолет нашли в одном из гаражей. Один майор, Шурик из Ростова, с завистью посмотрел на биплан и сказал, что это мечта каждого нормального человека. А эта мечта, вероятно, использовалась в целях разведки. Сегодня днем умер боец из подразделения контрактников. Напился какой-то гадости. Второго наш док откачал и отправил в госпиталь. Может, выживет. Командиры с ума сходят с такими бойцами. 22 марта. Сегодня наши должны приехать из Моздока. Привезти открепительные талоны для голосования. Было бы здорово, если бы привезли видеопленку. 25 марта. Приехали мои сослуживцы по пресс-центру. Приятно было пообщаться. Привезли много новостей. Прошлой ночью авиация бомбила предгорья. Мы взрывов не слышали, но землю трясло, как при хорошем землетрясении. Сегодня начал голосовать народ. Это удовольствие, похоже, растянется на два дня. Пока все нормально. Правда, вчера днем в Черноречии обстреляли нашу машину. 26 марта. Один из задержанных нами боевиков изъявил желание голосовать. Его вывели из изолятора. Голосовал за Путина. 30 марта. Заметно потеплело и зарядили дожди. Набухли цветочные почки на черешнях и абрикосах. Цветет кизил. В грозном народу с каждым днем становится все больше. Люди возвращаются во своясе. По нашему району поставлено на учет уже более трех тысяч жителей. Наши участковые вместе с саперами ищут взрывоопасные предметы и уничтожают их. 1 апреля. День смеха. На доске объявления. Все, кто не получил премию, обращайтесь в секретариат. Начальника секретариата все задолбали вопросами, пока он не сорвал записку. Вчера ездил с доком в поселок Кирова. Ему там надо было обследовать двух женщин. На месте выяснилось, что в пять утра пожилую маму и взрослую дочь прямо в доме избили два мужика-чеченца. Только за то, что они русские. Благодаря соседям-чеченцам их удалось спасти от смерти. По словам дочери Галины, их пришли убивать потому, что они ходили во время обстрела к федералам и просили командиров не стрелять из тяжелых орудий по поселку. Благодаря им дома и уцелели. Эти же женщины за 5-6 километров ходят в МЧС за продуктами и готовят на полевой кухне еду для всех жителей поселка. Похоже, за это они и были наказаны. 10 апреля. Вчера вечером во время установки растяжки подорвался контрактник из приданных нам сил комендантской роты. Пока он ставил свою растяжку, зацепил вражескую. Удирая при сработке запала, он зацепил свою растяжку. Грохнуло сразу два взрыва. Контрактник родился в рубашке. Только один малюсенький осколок гранаты F1 прилетел ему в задницу. Дог сказал, что жить будет. Вместе с участковыми вчера был на обходе территории поселка Войково. Оказывается, чеченский национальный промысел – левая добыча нефти. В каждом частном доме приспособление наподобие самогонного аппарата для производства бензина. Местная нефть хороша не только тем, что близка к поверхности, но и своим качествам. Говорят, во время Великой Отечественной ее без переработки заливали в бензобаки танков. В полный рост цветут алыча, персики, абрикосы и фисташки. Запах стоит обалденный. Весна, однако. 16 апреля. Сегодня до обеда поехали на ТЭЦ-2. Спустились в бомбоубежище и нашли там такие арсеналы, что диву дались. Чего там только не было. Минометные снаряды, фугасы, выстрелы гранатометом, противотанковые и противопехотные мины, тысячи разнокалиберных патронов, самодельные взрывные устройства дистанционного действия. Похоже, это все было собрано с позиции, оставленных армейцами при отступлении. Саперы вывезли изъятые на сопку и взорвали накладным зарядом. 30 апреля. Пасха Христова. С утра в столовке давали вареные яйца. Льет проливной дождь. 1 мая. 1 мая встречал в Мартан-Чу у наших ОМОНовцев. Побывали на их блокпосту. Место красивое, но опасное. Ребята свозили меня на руины поселка Комсомольское. Дохлые коровы воняют ужасно. Вся деревня перепахана танками, снарядами, бомбами и ракетами. По словам ОМОНовцев, там все было изрыто ходами сообщения чуть ли не в три яруса. После удачных выстрелов танков верхние ярусы осыпались. Полевой командир Руслан Гилаев давно предвидел такой расклад. И из поселка сделал настоящую крепость. Под каждым неприглядным домом были выстроены трехъярусные бетонные укрытия с ходами сообщения, ведущие к таким же мощным подвалам прилегающих домов. Поэтому федералам приходилось применять тяжелую бронетехнику и артиллерию. 2 марта под селом Комсомольское началась серьезная заварушка. Бойцы внутренних войск отправились на зачистку логова Гилаева и угодили под шквальный огонь. Чей-то СОБР боевики серьезно растрепали. Появились двухсотые. Потом разведка донесла, что это с гор спустились свежие силы боевиков – 10 групп по 20 человек. В их задачу входило вытащить из села окруженных гилаевцев. По первичным данным, в селе могло находиться около 60 боевиков, а на деле оказалось полторы тысячи. Да плюс подмога в 200 человек. Как потом оказалось, Масхадов решил взять реванш и с многочисленным отрядом пошел через горы на Грозный, сметая огнем все на своем пути. От попавшейся на их пути роты федералов уцелело всего несколько контуженных и израненных бойцов внутренних войск. Стоявший в Мартан-Чу отряд Тюменского ОМОНа в первой декаде марта принял бой. Восемь раненых. После массированного обстрела духи все-таки решили сдаться. Засыпанные ваххабиты, как черви, свились под землей, горланили песни и орали Аллах Акбар. Бородатый дядька-парламентер вышел с белым флагом в руке и на допросе рассказал, что гилаев с семьей и казной еще трое суток назад ушел из села по кем-то открытому коридору. Первая группа контуженных, худых, обросших и с сухой кукурузой в карманах боевиков выбралась из укрытия и колонной потянулась к федералам. Потом пошли колоннами матерые волки. Кстати, ни один наемник-араб не сдался, да и команда пленить их не поступала. В колонне пленных шли бородатые оксакалы и даже две девицы. По соседству уцелевшее село Мартан-Чу. Был на зачистке небольшого поселочка за радиозаводом. В домах как будто все вымерли. Посмотрели гаражи, там ничего кроме барахла. Зато поймали трех парней лет 25-ти. Один из них узкоглазый кореец, а в его паспорте написано «Чеченец». Оказалось, он детдомовский. Там ему и присвоили национальность. Валера Савченко и прикомандированный рыжий ФСБшник остались в засаде. По имевшейся информации, боевики собирались в этом поселке. Там же хранили оружие. Все разбрелись, но Валера с напарником в условленное время не вышли на связь. Мы занервничали, вернулись в поселок и не нашли ребят. Подумали плохое, капец, профукали мужиков. Но минут через 15 наступило всеобщее облегчение. Нашлись потеряшки. Заново мы прочесали поселок и в подполье одного убогого домишки нашли тайник, где лежал автомат Калашникова, а в большой алюминиевой кастрюле восемь снаряженных магазинов, черный бархатный берет боевика и несколько его фотографий. Как потом оказалось, его видели в рядах чеченской милиции. 9 мая. Вместе с командованием приехал на центральный грозненский стадион, где должны были проходить торжества по случаю Дня Победы. Чеченские милиционеры разных подразделений прошли торжественным маршем мимо трибуны, где был мэр Грозного Беслан Гантемиров. После парада кто-то из ментов устроил потасовку, закончившуюся автоматной стрельбой в воздух. Наша команда быстренько смылась во своясе. Пусть сами разбираются, кто кому на ногу наступил. 10 мая. Народ в ожидании конца командировки сходит с ума. Охотятся с пулеметом на ящерице-змей. А один наш капитан, огромную зеленую ящерицу, привязал на нитку и выгуливал по территории, как собачонку. 11 мая. Сегодня днем вместе с доктором встретил борт в Ханкале с прилетевшими на смену новыми начальниками ВОВД. С ними прилетел и наш тюменский фотокорреспондент Саша Ефремов. По пути на базу мы заехали в военный госпиталь по делам доктора. Там Саня сфотографировал меня и раненых бойцов. На железнодорожной станции Ханкала он увидел вдоль дороги груду искореженной и опаленной боевой техники, танков, артустановок, бронемашин и намеревался снять это кладбище, но я его отговорил. Дескать, еще две недели впереди. Успеешь. В райотделе под кружку спирта угостил его наваристым борщом с тушником. Говорит, что за последние три дня впервые поел горячего. Наутро договорился с контрактниками-минометчиками, чтобы попозировали сани. Но он еще сегодняшним вечером успел сбегать в казарму ППС и снять быт наших милиционеров. На этом дневниковые записи заканчиваются. На следующий день Евремов с только что прибывшим подполковником Людвигом Поперечным, старшим лейтенантом Панджи Жураевым, начальником штаба райотдела майором Сергеем Сергеевым выехали проверять блокпосты. На окраине поселка Кирова милицейский оаз подорвался на мощном фугасе. Людвиг Поперечный, Панджи Жураев и Александр Евремов от полученных травм погибли на месте. И Виталию Лазареву пришлось самому везти груз-200 в Тюмень. Текст читал Артур Диодант. Друзья, спасибо вам большое за прослушивание. Я буду вам признателен, если вы поддержите канал Финансово на Патреоне. Для патронов есть несколько приятных бонусов, например, нигде не опубликованные озвучки и ранний доступ к аудиокнигам. Также каждый патрон получит от меня металлический значок в знак благодарности. Базовая подписка стоит всего 3 бакса. Но вы сделаете большой вклад в общее дело. Спасибо. Спасибо.